На протяжении последних уже двух недель фиксируется активная переброска действительно батальонных тактических групп, ротных тактических групп. Причем отмечается тенденция, если, допустим, первая волна в март отмечалась переброска подразделений Южного военного округа России, во второй волне до начала апреля активно перебрался подразделение Центрального военного округа. На сегодня мы фиксируем переброску уже и Восточного военного округа Российской Федерации. подразделений в приграничную территорию с Украиной. Причем перебрасываются части с Дальнего Востока. Судя по всему, насколько мы можем делать вывод, тестируются наиболее боеготовные части, на их основе формируются батальонные ротные тактические группы, которые перебрасываются границей с Украиной. Часть из них уже введена на территорию Донбасса. В основном это касается подразделений спецназа, диверсионно-разведывательной группы. Также, что является очень тревожным сигналом, уже вторую неделю отмечается возле границ, как на приграничной территории, так и на территории Донбасса, подразделения артиллерийской разведки российских войск. В частности, в районе Новоазовска в нами было идентифицировано подразделение артразведки 7-й военной бригады российской. Это означает, что если работает артразведка, если работают штатные диверсионно-разведывательные группы российского спецназа, идет выявление целей, идет разведка, мест скопления и линии обороны украинских войск, выявление слабых мест и так далее. То есть на сегодняшний день мы констатируем, что действительно Россия скопила очень большое количество войск на территории, приграничной с Украиной. И, в общем-то, мы констатируем также создание основных ударных группировок на территории Донбасса, которые состоят в первую очередь на 60% минимум из российских наемников, то есть граждан РФ, которые перебрасываются на территорию Украины. Вторые по численности это местные боевики и какая-то определенная часть военнослужащих и регулярных войск Российской Федерации. То есть на данный момент заявление премьер-министра полностью соответствует истине. В общем-то, теоретически наступление широкомасштабного на территории Донбасса можно ожидать в любой момент. По политическим соображениям, очевидно, это будет после 9 мая, но факт в том, что готовность наших войск сил АТО отразить наступление должна быть уже сегодня.